Вести Карачаева, Черкесия В Черкесе состоялось первое заседание Межведомственной комиссии при правительстве Карачаевой Черкесии по вопросам частичной мобилизации. Председателю правительства Карачаевой Черкесии Мурату Аргунову доложили о ходе исполнения указа главы Карачаевой Черкесии о дополнительных социальных гарантиях мобилизованным. Первый замминистра труда и соцразвития Мадинашаева сообщила, что мобилизованные жители Карачаевой Черкесии получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, предусмотренную указом главы. По нескольким заявлениям уточняется корректность данных. Первый замминистра Энвер Кипкеев доложил о работе системы 122. В своем выступлении он сообщил, что с момента работы службы операторы проконсультировали более двух тысяч человек по вопросам частичной мобилизации. Премьер отметил, что для получения гражданами оперативных и исчерпывающих ответов к работе горячей линии должны подключиться все профильные ведомства. Карачаева Черкесия направила очередную партию гуманитарного груза военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской народных республик. По поручению главы Рашида Темрезова регион продолжает централизованно формировать дополнительную помощь для нужд военнослужащих, мобилизованных от Карачаева Черкесии. В частности, им передано обмундирование, теплые вещи, лекарства, средства личной гигиены, бензопилы, лопаты, ломы и другое. Кроме того, фура с 12 тоннами гуманитарного груза направилась из Карачаева Черкесии в Ростовскую область, где находится распределительный центр «Единой России». Оттуда помощь передадут мирным жителям новых территорий нашей страны – Донецкой и Луганской народных республик. Основу партии груза составили продукты питания – 6 тонн муки и 6 тонн круп. Делегация из Карачаева Черкесии во главе с первым заместителем председателя правительства Хазером Чекуевым принимает участие в 24-й Всероссийской акропромышленной выставке «Золота осень». Экспозиция проходит на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриоты» Московской области. Здесь представлена сельскохозяйственная продукция от ведущих производителей страны, новейшие технологии и техника, а также сельскохозяйственные животные. Санкции недружественных стран или иные вызовы не являются сегодня для агропромышленного сектора проблемой. Данная выставка подтверждает реальные достижения регионов по многим отраслям, являющимся гарантом продовольственной безопасности. «В нашем регионе запущено новое современное и высокотехнологичное производство по переработке баранины, введены в эксплуатацию от кормочной площадки, завершилось строительство дополнительных объектов молочного комплекса», прокомментировал Хазер Чекуев. Открытое акционерное общество Сады Карачаева Черкесии получили золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022» за грушу сорта «Ксения» в номинации «Плодовощная продукция, ягоды и зелень». Награду Министерства сельского хозяйства Российской Федерации вручили руководителю проекта Сады Карачаева Черкесии Айдыну Ширинову. Напомним, выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России. В этом году выставка проходит в 24-й раз, и с каждым годом интерес к ней неизменно растет. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, представляя свою продукцию, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере агропромышленного комплекса. Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечественный агропромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов в импортозамещении. В Карачаево-Черкесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Сейчас в садах полным ходом идет сбор урожая. Об этом рассказывает заместитель генерального директора сады Карачаева Черкесии Эдуард Байчоров. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности. Потому что были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора рано говорить и говорить «хоп, пока не перепрыгнул». Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты уже, смотреть. Должен сказать, что у людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. С начала текущего года филиал «Пауэр-Сети» Северный Кавказ, Карачаево-Черкеская Нерго с заявлениями о заключении соглашений о реконструктизации долгов обратились 413 потребителей категории населения. Общая сумма их задолженности составила порядка 6 миллионов рублей. Руководство филиала рассмотрело заявление и пошло навстречу всем обратившимся абонентам, так как они по объективным причинам не могли оплачивать использованный энергоресурс в течение нескольких месяцев и не имели возможности сразу погасить всю сумму долга. Согласно условиям соглашения, абонент при его заключении погашает 30% от первоначальной задолженности, а остальную сумму выплачивает поэтапно в течение трех месяцев по утвержденному графику реструктуризации. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. Полицейскими «Черкеска» по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве. 4 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что около железнодорожных путей по улице Доваторов в Черкесске лежит мужчина в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением. Впоследствии он скончался. Оперативниками отдела МВД России по Черкесску совместно с управлением уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый. Им оказался 41-летний житель села Личевского. С места происшествия изъяты предполагаемые орудия преступления и боеприпасы. По данным следствия, 4 октября между двумя ранее знакомыми мужчинами на почве личной неприязни друг к другу произошел конфликт. В ходе словесной ссоры житель Прикубанского района достал имевшееся у него в машине охотничье ружье и выстрел в потерпевшего. У доверчивого жителя Черкеска мошенники списали 78 тысяч рублей. В полицию обратился 56-летний житель республиканского центра. Мужчина заявил, что днем ранее ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что необходимо продление срока действия договоров обслуживания банковских карт. Потерпевшего убедили в том, что необходимо по каждому договору назвать код из четырех цифр СМС-сообщения. В результате с его карты были списаны денежные следства в сумме 78 тысяч рублей. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности комментирует министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В целях эффективной реализации молодежной политики при Министерстве по делам молодежи Карачаева Черкесии создан новый студенческий совет. Основными задачами Совета студенческих самоуправлений являются решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие социальной активности студенчества, содействие общественно полезным молодежным инициативам, представление интересов студентов в государственных, муниципальных и иных организациях. Группа детей из психолого-педагогических классов принимает участие во Всероссийском юношеском педагогическом форуме в Центре Орленок. Программа форума включает несколько образовательных пространств, педагогическая мастерская, личность, профессиональные пробы, творческие смыслы, каждая из которых раскрывает ту или иную грань педагогической профессии. Ребята примут участие в различных мероприятиях, посвященных профессии учителя, поразмышляют о роли педагога в современном мире в формате открытой дискуссии, спроектируют образ современного учителя, познакомятся с педагогическими вузами и специальностями, также попробуют силы в подготовке и проведении своих первых уроков. Растения Домба будут применяться в изготовлении лекарственных средств и биологически активных добавок студентами профильных вузов. Группа из 16 студентов Пятигорского медико-фармацевтического института в целях ознакомления с флорой и фауной посетили курортный поселок Домбай. Под руководством научных наставников студенты изучили местную флору с профессиональной точки зрения и узнали о возможностях использования растений при изготовлении лекарственных средств и биологически активных добавок. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Об этом рассказывает государственный инспектор управления Залиногайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом пизотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов, владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурии, которые будут гарантировать их безопасность. Малый пруд Жители Черкеска проголосовали за благоустройство территории Малого пруда в парке «Зеленый остров». Выбор был определен путем онлайн-голосования. Ранее на обсуждение горожан было выставлено три территории, одна из которых при условии победы в конкурсе малых городов будет благоустроена. Это Малый пруд в парке «Зеленый остров», аллея по улице Доватора и сквер в районе РТИ. В рамках празднования столетия Карачаева Черкесии проходит конкурс на самый чистый населенный пункт. На данный момент поступило 11 заявок на участие. Основной акцент в ходе оценки населенных пунктов делается на экологическое состояние и санитариум. Будет учитываться общее благоустройство городского поселения, озеленение, благоустройство массовых мест отдыха, количество объектов размещения отходов, количество проведенных эколого-просветительских акций, субботников и эко-рекламы. Победители конкурса определяются по итогам заседания конкурсной комиссии до 14 ноября. Населенные пункты, занявшие первое, второе, третье места, получат призы, которые позволят улучшить санитарное состояние и благоустроить территорию города или поселения. Жители Карачаева-Черкесии смогут принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2022» с 3 по 8 ноября. Акция проводится в канун Дня народного единства в онлайн и оффлайн форматах. В прошлом году к акции присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция. На тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Для оффлайн-участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, предоставленную регионам. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно на официальном сайте www.mirethno.ru Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября. Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.mirethno.ru или в официальной группе ВКонтакте www.vkontakte.com.mirethno В рамках проведения Дня гражданской обороны в пожарной части номер 1 Черкеска была организована экскурсия для учащихся второй школы. Дети задавали много вопросов об истории пожарной охраны, о профессиональной деятельности. Затем пожарные провели экскурсию по части. Ребят познакомились с бытовыми условиями работы огнеборцев и рассказали о том, как пожарные приобретают высокую боевую выучку, как они работают и отдыхают, познакомились с пожарным инвентарем и оборудованием, а также показали работу гидравлических инструментов. Сегодня в Карачаево-Черкесии на базе Дворца спорта «Юбилейный» впервые стартуют всероссийские соревнования по карате. Турнир такого масштаба в части данного вида спорта проходит в регионе впервые. Он посвящен памяти чемпиона мира по карате до среди юниоров Аслана Кокаева. Мероприятие имеет статус мастерского, то есть победитель сможет получить титул мастера спорта. В состязание соберут более 400 участников из 12 регионов страны, в том числе Кабардино-Балкарии, Ростовской и Московской областей, Хантамансийского автономного округа, Ставропольского и Краснодарского краев. Организаторы Карачаево-Черкесской региональной общественной организации Спортивная федерация карате. Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 15-20 градусов тепла, в горах местами плюс 9, плюс 14, в Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 19. Это были все главные новости Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вы ознакомила Руфина Ковалева. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства Телефон для справок 8 878 2 26 36 32 Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!